И если уже настал тот момент, когда нужно эту формулировку переносить, она и дает определение, что такое жестокое обращение с животными, а у нас в 245 статье оно и начинается со слов «жестокое обращение с животными». Вот это просто надо раскрыть. Ну и маленький нюанс, что так как федеральный закон касается только безнадзорных животных, домашних животных и диких животных в неволе, то еще, конечно же, в 245 нужно предусмотреть жестокое обращение с животными в отношении тех сфер взаимодействия с животными, которые не попадают в федеральный закон. Ну как, например, сельскохозяйственные животные, охота, лабораторные животные. Вот такие сферы, в которых животные тоже зачастую могут подвергаться жестокому обращению с животными и они тоже должны быть защищены. Я продолжу. Поэтому, значит, мы за основу, я предлагаю принять то, что на руках, резолюцию. Нет возражений? Наши рекомендации. Рекомендации. Рекомендации эти адресовать правительству, в частности, тем ведомствам, от которых зависит МВД, Следственному комитету, прокуратуре и правительству в целом. Вот. Государственной думе, комитету. Вот представитель комитета у нас вначале был Бурматов, так, соответственно, потому что они профильные по этим вопросам. И за основу принять. Нет возражений? Давайте проголосую. Кто за это? Кто за? Сейчас, сейчас. Кто за? Кто против? Кто воздержался? По-моему, 43 за. Против? Нет. Воздержавшихся? Нет. И, чтобы доработать, включить окончательно эти приложения, создать небольшую рабочую группу, давайте посоветуемся, желающие подойдут. И мы доработаем и вывесим эту, значит, рекомендацию на интернет-сайтах, ресурсах, для широкого доступа. И подумаем с руководителями общественных организаций. У нас тут зооправы, есть альянс защиты животных, еще ряд организаций. Как мы эту тему все-таки будем озвучивать дальше? Потому что, если будет молчание, ну что, я прошу тишины, будет молчание, ну, значит, все хорошо получается в кавычках.